Итак, добрый вечер, дамы и господа. Вас приветствует Lionsgate. На этот раз я буду один. Сегодня мы с вами увидим очередную игру нашего первого открытого международного дуэльного турнира. В этой схватке мы сможем наблюдать, как встретятся представитель клана ВК Ари и наш соотечественник Мелиодас. Да, вот спрашивают игроки, можно ли уже начинать. Они оба готовы, собственно, поклонились и начинают. Начинают свой бой. Оба играют тяжеловесами, рыцарями. Размениваются по очереди ударами. Что ж, оба играют как-то осторожненько, держатся на дистанции. Друг от друга. Но вот первую победу себе приносит Ари. Видим мы, что финты использует и тот, и другой игрок. Сегодня трансляцию мы ведем не в прямом эфире, да, вы сможете увидеть ее в записи, к сожалению, по техническим причинам. Такой вот у нас сегодня расклад. И Мелиодас тем временем отыгрывает одно очко. Сложно сказать, кто из этой пары на самом деле имеет преимущество, хотя вот некоторые эксперты отдавали предпочтение Мелиодасу. Не буду вдаваться в подробности и называть имена. И вот смотрите-ка, Мелиодас вырывается вперед. Финты, вот смотрите, оба соперника активно используют финты и блочат, соответственно, пытаются. Размены мы можем наблюдать. То есть какая-то такая сумбурная, получается, немного игра. Нет какой-то... Последовательности, я бы сказал. Хотя вот потихонечку последовательность в счете у нас появляется. Уходит в отрыв Мелиодас. Ну вот финты на дистанции, вот все вдалеке друг от друга играют игроки. Пробует Ари различные варианты атак. Почему-то вот он как-то, мне кажется, не очень... Не очень сложные удары пропускает, поворачивается спиной и... Легко достает его Мелиодас. И вот после крутилок, да, обратите внимание, не успевает Ари сориентироваться и заблочить. Как-то прям совсем в одну калитку пошла игра. Да. Сможет ли Ари отыграть вот это вот преимущество, которое себе обеспечил Мелиодас. Нет, не получается у него это. И я хочу сказать, что на этом все, господа. На этом все, и Ари вылетает из нашего турнира, и Мелиодас уверенно, я бы так сказал. Выходит дальше по турнирной сетке, и следующий его противник, насколько я помню, Стивен Сигал. Стивен Сигал или же Джо. Вот, с которым они сыграют до 27-го числа, да, до воскресенья. Ну, собственно, на сегодня вот такая вот мини-наша трансляция подошла к концу. Одну единственную, одну единственную дуэль мы с вами пронаблюдали. Вот. Я на этом с вами прощаюсь, и следите за новостями. В течение вот следующих дней, скорее всего, уже лайф будет вести уже в прямом эфире трансляции матчей. И напоминаю, что должны быть сыграны плей-оффные игры, не считая полуфинальных и финальных матчей, до воскресенья 27-го числа. Вот. Всем спасибо за внимание, и всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok